Захоронения по Донецкому могут быть связаны с продажей органов. На территории США впервые зафиксирован случай заболевания лихорадки Эбова. В портлоне мужчина подал иск на магазин «Каска» на сумму 670 тысяч. Это обзор главных новостей недели от Slavik Family в студии Николая Печенев. Здравствуйте! На ежегодном совещании ОБСЕ по вопросам имплементации обязательств в области прав человека прозвучало заявление представителя неправительственной группы, работающей в этой сфере, о том, что якобы на востоке Украины обнаружены захоронения, где по свидетельству эти тела оказались без внутренних органов. То есть, поставлен вопрос о том, что существует такая торговля. Ранее премьер-министр ДНР Александр Захарченко заявил, что в массовых захоронениях по Донецкому найдены тела по меньшей мере 40 мирных жителей. Россия отмечала, что будет настаивать на независимом международном расследовании захоронений по Донецкому. Своими глазами наблюдал два таких захоронения, которые видел, что и были извлечены там, то есть была разрезана грудная клетка и была порвана брюшная полость. Но с уверенностью не могу сказать, это было ли медицинское или хирургическое вмешательство, да, то специально для извлечения органов, либо это были последствия какого-то ранения. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в вооруженные силы. В соответствии с документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, призыв на военную службу граждан возрасте от 18 до 27 лет. 154 тысячи человек пройдет с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, в соответствии с указом с военной службы должны быть уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек. Власти США и Афганистана во вторник подписали давно запланированное соглашение о безопасности, позволяющее небольшой части американских войск оставаться в стране после 2014 года. Подписание этого соглашения стало одним из предвыборных обещаний нового президента Ашрафа Гани. Как независимое государство, мы, основываясь на своих национальных интересах, подписали это соглашение ради стабильности, благополучия и процветания нашего народа, а также стабильности региона и всего мира, заявил Гани после подписания документа. Россия не намерена ограничивать доступ в интернет и ставить всемирную паутину под контроль. Об этом сегодня в ходе заседания Совета безопасности заявил Владимир Путин. Проблемы функционирования российского сегмента глобальной сети стали актуальными на фоне западных санкций и политики, импортозамещения в том числе в сфере информационных технологий. Подключение пользователей из России ко всемирной паутине сейчас под контролем американских компаний. Тем не менее, ограничивать законные интересы людей, общественных организаций, бизнеса в информационной сфере никто не намерен, заявил Путин. Мы не намерены ограничивать доступ в сеть, ставить ее под тотальный контроль, а государство встать интернет, ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций, бизнеса в информационной сфере. Свобода СМИ, право граждан на получение и распространение информации – это базовые принципы любой демократической власти, любого демократического государства и общества. Их необходимо неуплоснительно соблюдать. На территории США впервые зафиксирован случай заболевания лихорадки Эбола. Соответствующий диагноз был поставлен пациенту в штате Тексас. Мужчину поместили в инфекционный изолятор клиники в Далласе. Симптомы болезни появились у него лишь после того, как он вернулся на родину из Либерии. Как отмечается, в самолете он чувствовал себя нормально, как заявил руководитель Министерства здравоохранения и социальных служб в Далласе Захари Томпсон. Медики в этой части страны имеют все необходимые условия, чтобы позаботиться о пациенте. Это не Африка. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы справиться с этим случаем. Я не сомневаюсь, что мы сможем полностью взять этот случай Эболы под контроль, и вирус не сможет широко распространиться по стране. Вполне вероятно, что люди, контактировавшие с заболевшим, например, члены семьи, заболеют и сами в течение ближайших недель. Но, без сомнения, дальше вирус не пойдет. Начиная с 27 июля в США с подозрением на лихорадку Эбола обследовали 13 человек. Кроме того, 4 американских волонтера, которые заразились еще в Западной Африке, сейчас находятся в изоляторах в штатах Джорджия и Небраск. Стоимость содержания детей в США продолжает расти. В своем последнем ежегодном докладе Министерства сельского хозяйства США называют сумму в 240 тысяч долларов. Именно столько среднестатистическая семья потратит на ребенка, родившийся в 2013 году, до того, как ему исполнится 18 лет. Если же родители хотят, чтобы их сын или дочь получили высшее образование, это число нужно умножить на 2. Украина никогда не допустит восстановления фашизма, преследования по национальности, раскола страны, по языку, вере или какому-либо другому признаку. Об этом 29 сентября в Киеве во время церемонии в память о жертвах трагедии Бабьего Яра сказал президент Украины Петр Порошенко. Глава украинского государства возложил цветы к памятнику гражданам и расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру. Говоря об уроках трагедии Бабьего Яра, Петр Порошенко отметил, что сегодняшний день напоминает всему миру о том, как опасна война, как необходимо ценить мир, сообщает пресс-служба президента Украины. От имени президента цветы также возложили к памятному знаку минора, памятному кресту членам подполя организации украинских националистов, а также месту памяти Рома Цыган, расстрелянных в Бабьем Яру. Напомним, что 29 сентября в 1941 году в оккупированном нацистами Киеве в Бабьем Яру начались массовые расстрелы мирового населения. За два дня было убито почти 34 тысяч человек еврейской национальности. В Портландии мужчина подал иск на магазин Каска на сумму 670 тысяч. Он утверждает, что работник магазина толкнул его после отказа предъявить ему чек о своих покупках. Тимоти Уоллс был доставлен в госпиталь с переломом ноги в нескольких местах. По словам одного из адвокатов Уоллса, охрана магазина не имела права задерживать его по причине отказа при явлении чека о покупках. Покупка Уоллса была на сумму 102 доллара 66 центов. И когда он выходил из магазина, один из работников остановил его и предупредил, что он не сможет уйти, пока не покажет чека о покупках. Начала словесная перепалка, в результате которой Уоллс схватил работника Каска за воротник. После этого другой сотрудник использовал приемы боевых искусств, которым он научился во время службы в вооруженных силах США. Уоллс требует от Каска компенсацию в 150 тысяч за прошлые и будущие медицинские расходы, а также 20 тысяч за потерю заработной платы и 500 тысяч за боль и страдания. Это был обзор главных новостей телеканала SlavikFamily. Всего доброго, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok